Задача от подписчика. Но вначале, как обычно, всех приглашаю на наш семейный кулинарный канал. Кому интересно, ссылка в описании. Необходимо вычислить, то есть подсчитать, чему равна вот такая дробь. В знаменателе 12 факториал. Напомню, что 12 факториал это произведение натуральных чисел от 1 до 12 включительно. А в числителе можно заметить произведение членов арифметической прогрессии с первым членом равным 4 и разностью также равной 4. В числителе каждый множитель удобно расписать через произведение двух чисел. Одним из которых является число 4. То есть первое число это будет 4 умножить на 1. Второе число это будет 4 умножить на 2. Третье число 12 это будет 4 умножить на 3 и так далее. Давайте так и запишем. 4 на 1 это у нас первое число. 4 на 2 это второе. 4 умножить на 3 это третье число и так далее. Предпоследний множитель будет равен 4 умножить на 10. И последнее число 44 это 4 умножить на 11. В знаменателе мы 12 факториал перепишем. В числителе у нас 11 вот таких скобок. Это видно. Вот в первой скобке у нас единица. Это первая скобка. Во второй там где двойка. Это вторая скобка. Это третья скобка. И так далее. Последняя у нас мы видим 11 скобка. То есть всего у нас 11 вот таких скобок. Отдельно возьмем из каждой скобки вот эти все четверки. Их будет 11 штук. В результате получим 4 в 11 степени. И тогда у нас останется в результате произведения натуральных чисел от 1 до 11 включительно. То есть у нас останется 11 факториал. Вот на этом этапе уже можно было бы сократить. Тройку, 11, десятку. И вот тогда бы после сокращения 12 осталось бы. От 12 факториала. Ну или сейчас мы сократим. 12 факториал можно записать как 11 факториал умножить на 12. На 11 факториал мы сокращаем. Получаем 4 в 11 степени разделить на 12. Сократим еще на 4. Тогда получим в знаменателе 3. А в числителе у нас уже будет 10 степень. То есть в результате получаем 4 в 10 степени разделить на 3. Ну или если 4 возвести в 10 степень, можно взять 2 в 10, то есть 1024. И умножить на 2 в 10, то есть умножить на 1024. 1024 умножаем на 1024. Получаем 1 048 576 третьих. Пишем ответ. Ответ можно записать, например, в виде смешанного числа. То есть это будет в результате у нас... Выделяем целую часть. Делим 1 048 576 на 3. Получаем 349 525,1 треть. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии. И не забудьте зайти в гости на наш семейный кулинарный канал. Продолжение следует...